ОМТВ Юэй. Мы сильнее, коли объединены. Когда у них будет эта турбина, вполне исправная, и после этого у них не будет никакой возможности прибегать к каким-то притворным причинам, почему они сокращают поставки газа. А теперь получается, что «Газпром» умышленно тормозит получение этой причины, чтобы вот эта якобы существующая техническая неприятность числилась как причина сокращения прокачки. Россия и газ – главный вывод из всей этой истории, мнение российского публициста и журналиста Аркадия Бабченко. Наша цивилизация сейчас – цивилизация углеводородов, газа и нефти, солярки и бензина, и искусственно перевести ее на энергию ветра не получится. Первое. Соединенные Штаты поддерживают возобновление России поставок газа по северному потоку, поскольку считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы. Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге. Возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС заполнить резервы на краткосрочную перспективу до того момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России. В двух словах Прайс заявил, что в долгосрочной перспективе Европа должна отказаться от российского газа. И это вопрос, над которым будут работать в ближайшие 3-5 лет. Но в краткосрочной перспективе альтернативы северному потоку нет. Нет. На протяжении предыдущих лет мы неоднократно предупреждали Европу о чрезмерной зависимости от российского газа, сказал Прайс. Также Вашингтон с одобрением отнесся к решению Канады вернуть турбину северного потока после ремонта обратно в Германию. Ее отправили на место базирования 18 июля. Компания «Сименс» заявила о готовности обслуживать все турбины северного потока. Вице-премьер-министр Канады Христиа Фриланд, помните, как все радовались первой украинке в правительстве Канады, сказала, что решение Канады вернуть «Газпрому» турбину было тяжелым, но верным. По ее словам, от этого зависит способность Германии поддерживать Украину. Чтобы два раза не вставать, Христиа Фриланд не украинка. Христиа Фриланд – канадка. С украинскими корнями. Точно так же, как и Виктория Спарц – не украинка, она американка. С украинскими корнями. Это так, к слову. Хранилища Германии на данный момент оказались пустыми на 90%. И сегодня «Газпром», который с начала войны снизил поставки в Германию на 40%, заявил, что возобновляет их в полном объеме. Вот и все. Второе. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек внесет в Бундестаг для рассмотрения чрезвычайное постановление, позволяющее правительству страны снова использовать угольные и мазутные электростанции. Для этого они должны быть приведены в рабочее состояние, накопить топливо и быть готовыми дать генерацию в случае приостановления или уменьшения поставок газа из РФ. Всего в сетевой резерв будут внесены 21 мазутная и угольная электростанции. Жестко, ребята. Третье. Вы, наверное, слышали, что в Шри-Ланке случился социальный взрыв. Страна объявила дефолт, правительство бежало, а население оказалось на грани голода. Слышали, конечно. Гораздо меньше известны причины. Так вот, причины там ровно такие же, как в энергетическом кризисе Германии. В 2019 году в стране победил крайне продвинутый в экологическом плане президент, сторонник зеленой энергетики, зеленого сельского хозяйства и вообще всего зеленого. Что только может быть. Они о чем говорят? И решил, что остров должен полностью перейти на выращивание органик-продуктов. Весь мир тут же умилится розовыми слезами коалы и поедет к ним питаться немодифицированными листочками цейлонского чая без пестицидов. Это унижение своего народа. В стране был введен абсолютный запрет на использование минеральных удобрений и открыт режим максимального благоприятствования для немодифицированных видов пищи. Реальность оказалась неожиданной. Оказывается, немодифицированные сорта дают намного более низкую урожайность и с намного более высокой ценой. А отсутствие удобрений эту урожайность убивает вообще почти в ноль. Оказывается, вот этого же вообще никто не мог представить, правда? Хранить долго навоз от розовых коробок для органического земледелия в климате Шри-Ланки невозможно. Гниет говно в тропиках. Вот же неожиданность-то какая. Что я и говорил. В итоге страна, которая всего два года назад была лидером по темпам развития в регионе, из экспортера риса превратилась в импортера. Рис ввезено на полмиллиарда долларов. В два раза больше, чем закупалось пестицидов. Экономия валюты, к слову, была одной из причин запрета на удобрения. Падение урожая кукурузы планируют в 10 раз. Сколько? Да-да, в 10. На порядок. Падение доходов от экспорта чая – полмиллиарда долларов. В итоге в ноябре правительство отказалось от «зеленых идей» и сняло запрет на ввоз удобрений. Но было уже поздно. Началась война в Украине. Россия перекрыла поставки газа, цены на удобрения скакнули, и закупить их обнищавший бюджет Шри-Ланки уже не смог. Взрыв, дефолт, нищета. Замечательно, замечательно. Меня вот постоянно спрашивают, а чего ты так не любишь любителей Као? Ок, давайте объясню. Я вот всегда писал и пишу, уж не помню сколько, что альтернативы ядерной энергетике для нашей цивилизации на этом этапе развития нет. Что атомную энергетику нужно развивать и делать уже абсолютно безопасной, устанавливая стопроцентную защиту от дурака, а не как в Чернобыле. Что она планете вредит значительно меньше, чем газ, каменный уголь, нефть и газ. Что зеленая энергетика – это замечательно, безусловно. Но только проблема в том, что Исландия может обеспечить себя геотермальными источниками. Ливия может обеспечить себя солнечной энергией. А Нидерланды – ведь реками. Но вот в Европе, в 100 километрах от побережья, уже ни приливов, ни ветра, ни солнца. Ну вот нету в Польше необходимых ветров и привет. Вот и вся история. Каменный век закончился не потому, что закончились камни. А век пара не потому, что закончился пар. Они закончились потому, что были найдены новые, более эффективные виды топлива. Наша цивилизация сейчас – цивилизация углеводородов, газа и нефти, солярки и бензина. И искусственно перевести ее на энергию ветра не получится. Здесь можно было бы еще долго рассказывать, почему не получится. Но это тема для отдельного материала. Я упомяну лишь один – армия. Современная армия может воевать только на солярке. И все тут. Невозможен танк на литиевых батареях с заправкой по 40 минут. А без армии мы пока не можем. Углеводородная эпоха, безусловно, тоже закончится. Но только тогда, когда ученые придумают более эффективный и, в первейшую очередь, экономический источник энергии. И пока заменителей атому не просматривается. Но нет на нашей планете залежей темной материи или антивещества. Что ты будешь делать? Мир переходит на новое топливо только тогда, когда ему это становится экономически выгодно. Когда бензин выигрывает в конкуренции по КПД у пара. И никак иначе. А запретами перевести его на более дорогое топливо не получится. Ну никак. И в эти игры может поиграться разве что золотой миллиард богатого первого мира. Ну и только. Вот сейчас ЕС договаривается с другими поставщиками газа о поставках Алжир, Израиль, Азербайджан. Если Путин действительно решится на вот такой газовый шантаж, будет ли возможность у Европы заменить российские поставки газа, чтобы зимой просто не замерзнуть? Ну сразу это вряд ли возможно. Есть, ну Норвегия практически полностью задействовала свой потенциал для увеличения прокачки в Европу. Они даже перестали закачивать газ под землю там для того, чтобы... Ну иногда делается такая техническая операция для того, чтобы увеличить отдачу нефти из подземных пластов. Они весь этот газ теперь направляют в Европу. Алжир согласился увеличить прокачку газа в Европу. Что касается Азербайджана, здесь немножко торопятся средства массовой информации. Потому что для того, чтобы, во-первых, повысить добычу газа в Азербайджане, это нужно, может быть, не один и не два даже года. Особенно если учитывать, с какой скоростью осваивается месторождение Шах-Денисова на шельфе Каспийского моря. Кроме этого, нужно же увеличивать пропускную способность длинной цепочки газопроводов, которые ведут в Европу. Это, во-первых, Южный Каспийский газопровод, который проходит через Турцию в Грузию, через Азербайджан, Грузию в Турцию. Затем по территории Турции газопровод Танап, трансанаталийский. И затем газопровод, который называется ТАП, он идет из Греции в Албанию, а затем в Южную Италию. То есть нужно увеличить пропускную способность этих всех трупов. Это не мгновенная операция. Поэтому надеяться на Азербайджан я бы тут особенно не стал. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДІЛІТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. ПОДПИШИТЬ КОМЕНТАРІ